В традиционном совещании приняли участие прокурор города Игорь Грязнов, глава Сочи Анатолий Пахомов, руководители ресурсоснабжающих организаций, а также застройщики и дольщики. На заседании отметили, еще в прошлом году в реестре проблемных на курорте числились 28 объектов. Сегодня список сократился. За прошедший год мы исключили 8 объектов долевого строительства, то есть это наша главная задача. Удалось также найти инвесторов на достройку проблемных объектов. Это фристайл, Зочи, ЖК Курортный. Так, в ЖК Москва найденный администрацией города инвестор активно прокладывает сети. Монтаж электричества в многоэтажке уже почти завершен. Запланировано строительство теплотрассы. С мертвой точки дело удалось сдвинуть благодаря совместной работе мэрии, ресурсоснабжающих организаций, прокуратуры и других ведомств. Подобные встречи, безусловно, полезны. Они очень помогают нам и Анатолию Николаевичу, и прокуратура. Вопросы решаются с ресурсоснабжающими организациями гораздо быстрее и положительно. Светлое будущее ждет и этот дом в переулке Трунова – многоэтажку печально известной фирмы «Вант». Объект начали возводить больше десятка лет назад. Один дом достроили, под второй лишь залили фундамент. И все остановилось. Каркас много лет стоит без сетей и коммуникаций. Теперь его достроит новый инвестор. Здание по его инициативе уже прошло экспертизу. Строение в хорошем достаточно состоянии. И было решено оставить этот корпус. 30-сантиметровые стены бетонные, полностью монолитные. И эксперты достаточно хорошо его изучили. Этот дом тоже будет входить в комплексе в первую очередь. Дольщики покупали квартиры. Почти весь этот дом выкуплены. Они туда заселятся, получат свои квартиры, которые были. Ну, остальные, которым продали несуществующие дома, для них вот мы строим остальные четырех корпусов, они тоже получат свои квартиры. В свои квартиры покупатели смогут заселиться уже в следующем году. Этот же инвестор решит проблему дольщиков еще нескольких домов. Это многоэтажки ЖК «Долина» на аллее Челтенхэма, коттеджи ЖК «Курортный» в Адлере и ЖК «Дельвейс» на Трунова. Таким образом, заветные квадратные метры получат почти 700 обманутых дольщиков. На совещании обсудили вопросы по другим проблемным домам. Темпы их подключения к свету и воде. Каждая из объектов по-прежнему на постоянном контроле рабочей группы. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».